Сегодня пятница, 25 декабря, на канале РТВ и время международных новостей. Я Сергей Кения, здравствуйте. Итак, сейчас в мире. В Москве вновь обвинили Турцию в пособничестве терроризму. Генштаб России обнаружил 12 тысяч бензовозов и фур для перевозки нефти боевиков исламского государства в районе Иракско-Турецкой и Сирийско-Турецкой границ. Российские военные не сомневаются, конечная цель контрабандной нефтеперевозки – Турция. Потому ВКС продолжают в приоритетном порядке бомбить объекты, являющиеся источником доходов террористов. Американским спецслужбам тем временем удалось выяснить и другие статьи доходов джихадистов. Моя коллега Нина Шамуге с деталями. Более 5 тысяч боевых вылетов за последние три месяца. С начала антитеррористической операции в Сирии российская авиация наносит ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре джихадистов ежедневно. Для этого создана многоуровневая система разведки, обеспечивающая достоверное выявление целей боевиков. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с командованием сирийских правительственных войск и отрядов патриотически настроенной оппозиции. От них регулярно поступает дополнительная информация о вновь выявленных объектов террористов. В Генштабе России обнародовали и новые данные о старой проблеме. Пересечение сирийско-турецкой границы наливниками продолжается. Мы внимательно проанализировали сообщения зарубежных средств массовой информации, комментарии экспертов и официальных лиц. Для многих из них информация о том, куда и как идет нефтетрафик с территории подконтрольных боевикам, не стали откровением. Представленные нами фото и видеодоказательства лишь подтвердили имевшиеся догадки и версии о том, кто прикрывает источники преступных доходов террористов. Критика Турции для высокопоставленных российских политиков и военных после сбитого российского бомбардировщика норма. Но доводы Москвы пока недостаточно убедительны для мирового сообщества. А вот разведданные США, просочившиеся в прессу, вызвали бурю негодования. Агентство Рейтер публикует в переводе на английский язык фетву исламского государства. По данным американских властей, документ был найден военными США в ходе рейда в Восточной Сирии в мае. Согласно решению джихадистов, правоверным, то есть последователям ИГИЛа, разрешено использовать отступников неверных в качестве доноров органов для спасения собственных бойцов. Обнародование этого документа еще больше усиливает ранее существовавшие опасения, что ИГИЛ практикуют черную трансплантологию. Багдад уже обвинял исламское государство в изъятии человеческих органов и в их продаже. Посол Ирака в Организации Объединенных Наций Мухаммед Аль-Аль-Хаким заявил, что так называемая фетва должна быть рассмотрена совбезом ООН в качестве доказательства, что исламское государство занимается торговлей органами. В феврале Аль-Хаким призывал Совет Безопасности расследовать гибель 12 врачей от рук исламских террористов в Масуле. По данным иракских властей, медики были убиты после отказа провести операцию по изъятию органов. Среди обнаруженных американцами документов еще одно руководство к действию. Правила, когда и как насиловать захваченных в плен женщин. Последователи традиционного ислама настаивают. Законы, издаваемые квази-государством террористов, не имеют ничего общего с религией. Джихадисты этими документами пытаются лишь легализовать свои действия в глазах своих же последователей. Для остального мира они преступники. Нина Шамуге, РТВА Непреодолимые разногласия по сирийскому вопросу сгладить не удалось, но определенное понимание достигнуто. Главные дипломаты России и Катара провели сегодня переговоры в Москве. Центральными темами встречи, как и ожидалось, стали ситуация в Сирии и борьба с терроризмом. Впрочем, у министров иностранных дел Сергея Лаврова и Халеда Бен Мухаммеда Аля Тия на эти вопросы взгляды кардинально расходятся. Духа считается одним из главных критиков режима Башара Асада. Так, например, как заявил сегодня глава МИД Катара, именно официальный Дамаск является пособником террористов. Российские власти последовательно защищают сирийского лидера и называют террористами тех, кто ему противостоит. Оба министра в ходе сегодняшней встречи признали, расхождение по вопросу легитимности действующих властей в Сирии сохраняются. «Мы не можем скрывать наличие противоречия с российскими друзьями, связанного с законностью Башара Асада. Мы знаем, что политика России требует не свержения действующих режимов, знаем, что Москва выступает за политический процесс. Вместе с тем Россия взяла на себя обязательство бороться с терроризмом в регионе. По нашей оценке Башар Асад и его бесчеловечный режим поддерживают и являются одним из основных спонсоров терроризма». Палестинские боевики проводят учения. Израильские СМИ сообщают о том, что группировка «Хамас» выпустила 10 ракет из центра сектора Газа в направлении Средиземного моря. Еще два реактивных снаряда полетели в сторону моря из пусковых установок на юге Анклава, в районе Рафиаха, недалеко от границы с Египтом. Отмечается, что речь идет о масштабном испытании ракет террористами. Движение «Хамас» в 2007 году, захватившее власть в секторе, неоднократно проводило испытательные пуски своих ракет. Время от времени боевики обстреливают и территорию Израиля. Летом прошлого года непрекращающийся дождь из ракет спровоцировал начало антитеррористической операции «Нерушимая скала». Праздничное перемирие. Президент греческого Кипра Никас Анастасиадис и лидер северной турецкой части острова Мустафа Акенджи впервые записали совместное видеопоздравление с Рождеством и Новым Годом. Главным пожеланием политиков стал мир, спокойствие и процветание. Сначала каждый из лидеров говорил на родном языке, а затем на языке соседей – греческом и турецком, соответственно. Анастасиадис и Акенджи сразу после новогодних праздников намерены начать очередной раунд переговоров по урегулированию многолетнего кризиса. Кипр был разделен на две части в 1974 году, когда из-за планов местных греков инициировать объединение с Грецией, Турция ввела на север острова свои войска. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске оставайтесь на РТВ, а я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова